В студии у нас тренер по фехтованию Анна Костырка и ее воспитанница Александра Морозова. Итак, девушки, чем занимались летом? Чем было наполнено летние месяцы? Здравствуйте. Летом не давали себе отдыхать. Немножко, конечно, получилось так, что в этом году мы были в лагере. В лагере тоже не отдыхали. Ну и по возвращению из лагеря мы тренировались и готовились к певенствам России, так как наши ученики, дети, воспитанники уже в сентябре, в августе месяце должны были уехать на сбор и на международный турнир в Питер на соревнования. Саша, была в лагере в летнем? Да. Что тебе запомнилось из этого времяпровождения? Тренировки, подъем. То есть только ранний подъем, когда очень хотелось спать, и тренировки постоянно тебя заставляли тренироваться. Какие-то походы были на море, ездили? Были походы, да. Друзья появились новые из лагеря? Да, появились. Анна, что это за лагерь и каким образом вы попали в качестве спортсменов в этот лагерь? Ну, была такая программа летом, что оздоравливали спортсменов всего города в лагере. И за счет России, ну, Федерации России спорта выделила целый лагерь для учебно-тренировочного сбора, ну, или для кому как, для отдыха в лагере. И вот целую смену мы посвятили тренировкам, ну, вот, Атлантика, да, я вам скажу, что все лето Атлантика принимала только спортсменов, ну, и исключительно из города Севастополя. То есть у нас было в смене порядка 200 детей, и все были талантливые спортсмены разных видов спорта. И это очень сдружило и как детей, так и тренерский коллектив, потому что так сложилась ситуация, что вожатых нельзя было найти в июне месяце на этот период из-за того, что уже из Украины как бы не могли к нам ехать. И тренерам приходилось самим будить, одевать, раздевать, чистить, умывать, кормить. Конечно, очень сложно было, но все это оправдывается. Да, уезжать оттуда, конечно же, было сложно, ну, и дети, можно сказать, что вот мы были как фехтовальщики, с нами была и сумо, и художественная гимнастика, и гребля, и футбол, и школа единоборств также присутствовала. То есть дети нашли, я думаю, что очень много для себя друзей, и очень много чего интересного увидели. Увидели, как проходили тренировки в разных видах спорта, мы могли что-то показать свое, какие-то общественные игры очень сближали детей. Так что я думаю, что это очень здорово, было бы хорошо, если бы и на следующий год у нас получилось так же выехать. Саша, ты впервые в Санкт-Петербург поехала? Да. Ну, хорошо. А что в Питере? Чем занимались? Ну, тренировались, ну, гуляли по городу. Ранний подъем, каждый день тренировки. Ну, а сам турнир? Ну, турнир был в Ванечкином дворце, ну, отборочный турнир, ну, если там хорошее место занял, то дальше, ездишь по всяким соревнованиям. Сколько поединков ты провела? Десять за... Довольна собой? Ну, можно было лучше. Ну, судя по тому, что ты здесь, а не поехала на следующие сборы, где-то все-таки ты немножко не дотянула до первого места, так? Да. Какое место у тебя? В твоей категории? Ну, в моей категории вроде 15. Ладно, помогайте. Ну, сказать, что просто Саша и участвовала сначала, они были на сборе в Выборге, поехали, они поехали с Сергеем Михайловичем на сбор в Выборг, там, где проходил юниорский турнир, где девочки были старше ее на 7 лет, и я думаю, что очень тяжело ей было. После этого они фехтовали уже в Питере по кадетам, где девочки были старше Саши, ну, на 3 года, ну, и Сашин результат показывает, что, ну, естественно, ей еще нужно работать. А где еще была воспитанница Сергея Михайловича Диана Генова, она показала 8 результат и тем самым заявила себя в сборную команды, и после чего ее оставили на сборе, где она сейчас готовится к этапу Кубка Европы, уже за сборную России. И в том году я с ней ездила в Питере, ой, в Сербию мы с ней ездили, где она завоевала тогда, будучи на год меньше всех своих соперников, 10 место, ну, что будет в этом году очень интересно посмотреть, потому что уже и ее год фехтует, и за сборную России, и я думаю, что мы увидим. Так она сейчас уехала на старинный турнир? Она сейчас на сборах, да, где готовится к этапу Кубка Европы вместе с Сергеем Михайловичем, они сейчас на сборе, и оттуда они будут вылетать на международный турнир. Я нигде в средствах массовой информации в течение года ни разу не увидел упоминания о вашей секции. Где вы тренируетесь, где проходят у вас занятия? Ну, сейчас мы тренируемся, очень сложная ситуация с залами, и сейчас мы попросились в воинскую часть учебную, где проходят тренировки возле Херсонеса, в воинской части. Сайт в вашей федерации есть? Да, да, и там можно найти всю информацию, и как, кто у нас, где сейчас проводят тренировки, и когда проводят, и с какими детьми работают. Ну, перейдя даже в Россию, когда в прошлый раз мы были, Сергей Михайлович рассказывал, что мы набираем детей с 6 лет, так как это принято в Европе. Ну, и чтобы можно было уже в таком раннем возрасте показать какие-то результаты, ну, и вообще понять, что такое спорт. То в России сейчас, тоже как и в Украине, не набирают детей рано, но мы не отходим от своей мысли и традиции, и поэтому дети с 6 лет у нас уже видят, что такое шпага. Конечно, больше они занимаются реабилитацией, всякими развивающимисями играми, и, ну, построением там какого-то даже мышечного корсета, чтобы, ну, уже знали, что такое физкультура, и как, и что с этим делать. Вот, ну, естественно, они знают и видят, что такое шпага, и иногда фехтуют. Саша, как ты попала в секцию фехтования? Ну, я в школе узнала об этом, там плакат был, то что, ну, фехтование, набор секции, ну, пришла и начала заниматься. Мама, довольна тем, что ты занимаешься? Очень. Сколько лет уже? Четвертое, четыре года. Четыре года, это ты сейчас в восьмом классе, да? Да. То есть четвертого класса? Да. Не жалеешь о том, что занялась этим видом спорта? Нет. Аня, и так, как вы набираете детей? Ходите по школам, отбираете, вешаете плакаты? Я не знаю, как Саша увидела плакат, потому что я ни разу не повесила плакаты. С одеждой я. Может быть, ну, потому что, я думаю, что город у нас маленький, все друг от друга знают, и, а если не знают, то сейчас социальные сети и средства массовой борозы. Да, да, в разговорах. Выступление на телевидении, и вот о вас узнали. Да, да, и одна из, конечно, причин. Сколько сейчас мальчишек и девчонок занимаются у вас активно? Я назову, наверное, цифру 50. Это который, ну, в разных возрастах, конечно, у разных тренеров, но стабильные такие спортсмены, которых мы очень рады видеть, и все одной семьи живем. Тогда спорт, больших, высоких достижений, это, конечно, хорошо. Есть у нас звезда, растет, сейчас она, дай бог, выступит отлично в составе сборной России. Соревнования более низкого, более скромного уровня. Что в планах? Очень тяжело сейчас, ну, с более, потому что, ну, финансирование, все из-за финансирования. Ну, я могу сказать, что в Украине очень хорошая была такая лига среди детей, и дети уже с 7-6 лет могли выезжать, там, пять раз в год мы выбирали какие-то соревнования, ехали по Украине. К сожалению, в России нету среди таких маленьких детей соревнований, ну, и, я так думаю, что из-за масштаба большой страны, и сейчас, ну, ближайшие соревнования у нас среди детей, это март месяц и Казань. То есть, понятно, что к ним готовятся, ну, уже, может быть, и ответственнее к этому подходим, потому что это уже, ого, как далеко и интересно, но выбор, к сожалению, не такой большой. Но я думаю, что мы выйдем из этой ситуации, проведем здесь немножко больше перенослогорода, и также мы можем также съездить в Симферополь, где есть школа фехтования. Зная несколько лет вашу секцию, я должен отметить, что большое внимание уделяется воспитанию именно детей. Но сейчас в мировой практике спорт, ну, скажем так, и молодеет, и в то же самое время спортивное долголетие приветствуется. Какие-то соревнования для ветеранов проводятся, в которых вы можете участвовать? Ну, я еще, конечно, не ветеран, но, да, есть у нас проводятся соперенства и область, ну, в Украине это было областях, ну, в России, конечно, федеральные какие-то соревнования. Проводятся чемпионаты мира среди ветеранов и от 45 лет, и от 60, и этапы Кубка Европы, и сателлиты. То есть, ну, я вам скажу, наверное, не умирающий вид такой спорта. То есть, если тебе исполнилось 40, это не говорит, что тебе нужно на пенсию и начаться заниматься чем-то другим. Ну, то есть, это то, что... Можно совмещать тренерскую работу и самому тренироваться, выступать в ветеранских зачетах? Можно, но это, наверное, несовместимо немножко. То есть, ну, если это большой спорт, значит, это, ну, значит, ты тренируешься. Если ты, ну, может тебя хватить на год, на два, но так, чтобы это всегда было, в таком ритме жить, я думаю, что это очень сложно. И не знаю еще пока такого человека, который бы так смог. Можно ли сказать, фехтование – это травматичный вид спорта или безопасный? Саша, ты как считаешь, у тебя были травмы? Травм нет, но синяков много. Так, и какие же травмы? Травмы, ну, сейчас с экипировкой очень, ну, то, что мы одеваем, то, что мы защищаемся, она очень проверенная, надежная. Конечно, она чем лучше, тем больше стоит денег, но, то есть, ты можешь себя защитить так, чтобы ты ни за что не переживал. То есть, ну, больше, знаете, травматизма сейчас в том, что дети не очень здоровые. За счет, может быть, их невыносливости, ни труда, емкости, ну, они не могут выдержать всей нагрузки тренировочной. А вот в самом бою травму, ну, можно получить, но это не травматично. Ну, травму можно и в шахматах получить. Ну, возможно, можно. Итак, ближайшие соревнования в марте, а до нового года только тренировки. Сколько раз в неделю ребята тренируются? Группы начальных подготовок у нас тренируются три раза в неделю, которые уже учебно-тренировочные, те и 4, и 5 по назначению. Ну, а Саша и те, кто выше уже, они тренируются шесть раз в неделю. Саша, сколько длится тренировка? Ну, два-три часа по-разному. И тебе хватает сил на два-три часа? Да. Ну, это разминка, заминка или всё? Всё вместе. Всё вместе. Разминка, фехтование и физические нагрузки. Аня, и смены есть для тех детей, которые учатся в промежуточных сменах или заняты после обеда? То есть утренние занятия есть? Я скажу сейчас, регулируется этот вопрос. Не могу. Да, в связи с тем, что очень много детей в школах, и есть такие дети, которые, к сожалению, не успевают. На вечерние тренировки. Ну, сейчас мы под них пробуем составить тренировки в утреннее время. Я надеюсь, что представительница вашей секции займёт достойные соревнования на этапе этих соревнований, и мы расскажем о её результатах. Благодарю вас за участие в программе.